Московский мост, Кольцо, Роща, Московский проспект и некоторые другие улицы, на которых обычно большой трафик автотранспорта, минувшие выходные на несколько часов отдали велосипедистам. В Чубаксарах прошел велопробег, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. С Красной площади, столицы Чубаши, велопробеги стартуют традиционно, но такого количества участников здесь еще не видели. Зарегистрировалось полторы тысячи человек. Я сегодня хотел получить эмоции, адреналин. Впервые у нас в городе, ну я не знаю, я впервые участвую в городе на таком масштабном событии. И это очень классно. Народ любит здоровьем заниматься. Вот в последнее время этот тренд идет. И мне очень нравится вот это вот, то что молодежь больше занимается спортом. Коньки, ролики, бассейн, велосипед. Это вообще классно. Среди участников профессиональные спортсмены и любители. На велопробег приезжали семьями, даже самые маленькие. Велосипедисты понимали, это не просто дистанция. Я приехал с папой сегодня на велопробег. Ты знаешь, что такое День Победы? Да, знаю. Это праздник. Что за праздник? Это День Победы над фашистами. В свое время, опять же, когда были еще социальные страны, я всегда смотрел велопробег, посвященный именно Победе. Был такой велопробег по маршруту Прага, Варшава, Берлин. И вот мне очень жаль, что сейчас вот эта велогонка мира, она так и называлась, велогонка мира, что пропало это дело. Это же мир, в конце концов, праздник этот. И я думаю, даже надо возродить. Та самая велогонка мира последний раз прошла в 2006 году. А затем главный спонсор отказался поддерживать велопробег. Что ж, то в Европе. В Чебоксарах таких мероприятий будет все больше, а условия для велосипедистов лучше, отметил глава города Чебоксара Леонид Черкесов. Он, кстати, возглавил колонну. Когда собрались в оргкомитет и решили, что нужно вот так ярко, торжественно сделать открытие сезона, открытие велосезона. Долго смотрели, подбирали погоду, но вот угадали, сегодня погода действительно замечательная. Мы сейчас планомерно поставили задачу, планово в городе будем делать велодорожки. Ну и сегодня, в этом году будет большое событие, целый современный спортивный комплекс. Таких практически единицы в России. Пау-Маутинбайк откроется в парке 500-летия. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика.